Для лет старше 12 лет В Steam полным-полно небольших игр от независимых разработчиков Стоит признать, среди них есть настоящие самородки Которые, к сожалению, зачастую так и остаются нераскрытыми хитами Зачем я вам об этом говорю? Затем, чтобы вы сделали правильный вывод Послушав не предвзятый рассказ о Hello Night Как это часто бывает, проект стартовал на Кикстартере Когда в ноябре 2014-го трое друзей из Австралии решили реализовать свои идеи и... Не прогадали Нужную сумму, 35 тысяч долларов, удалось собрать меньше, чем за сутки А к концу кампании общее количество пожертвований остановилось на отметке в 57 138 долларов Народ захотел эту игру Ее ждали и вот 24 февраля она вышла Hollow Knight классический представитель жанра платформер, так называемый сайдскроллер Перед тем, как перейти к игровому процессу, скажу пару слов о сюжетной завязке Значит так, некогда процветающий город Дертамоут пришел в запустение И из катакомб стали доноситься странные звуки, а затем и вовсе полезло скверно Погружая местность вокруг в уныние В итоге через время все зачахло и из-под земли потянуло вселенским злом, грозящим всему миру уничтожением А тут как раз странствующий, или правильнее сказать, странный рыцарь проходил мимо и, недолго думая, решил спуститься вниз и разобраться с происходящим В роли этого самого рыцаря нам и предстоит вжиться Может быть, я немного и приукрасил происходящее своим пониманием тех крок-сценария, что разработчики вставили в проект Однако суть вы уловили Ах да, чуть не забыл Все действие разыгрывается в вымышленном мире жуков То есть все вокруг, будь то главный герой, NPC, противники, насекомые Вот так Но хватит о смысловом наполнении, самое время поиграть Как я уже говорил, Hollow Knight это платформер в классическом понимании Думаю, нет смысла объяснять почему Вы и сами все видите Здесь нужно прыгать, уворачиваться, вовремя жать на кнопку атака и попутно перемещаться по уровням Ловушки, секретные комнаты и тому подобное Все по классике жанра Вообще, игровой процесс очень схож с другим инди-хитом Ori and the Blind Forest Тут все направлено на преодоление препятствий, исследования и сражения Так что жанр платформера я бы все-таки расширил до Metroidvania с уклоном в сторону аркадности Сама механика сражений проста и заключается в применении пары комбинаций ударов с умениями Впрочем, не ждите, что схватки с противниками будут легкой прогулкой Hollow Knight может похвастаться большим реестром врагов Со слов разработчиков, более 140 видов И... я готов им верить Их тут действительно много И все разные Каждому нужен свой подход Бои с ними могут изрядно подпортить нервы и целостность геймпада Хотя сложность противников растет постепенно Как, собственно, и должно быть Так что все по-честному Помимо рядовых противников, разумеется, есть и боссы Опять же, если верить разработчикам, их здесь более 30 Не считал Они также варьируются по уровню сложности, но простых среди них нет Даже самые первые доставили мне немало проблем Поэтому... готовьте ваши нервы к суровым испытаниям Кроме врагов, на уровнях можно встретить дружественных NPC Надо признать, в большинстве своем это... странные ребята Они наделены индивидуальностью и не похожи друг на друга Однако понять, что тот или иной персонаж делает в данной локации, трудно Прямо как в Dark Souls, где ты натыкаешься на дружественного персонажа А потом он плавно, незаметно преследует тебя на всем протяжении игры Появляясь то тут, то там и произнося бессвязный монолог Хотя в Hollow Knight, как и в серии Souls, узнать историю мира можно только от них Практически Есть еще камни с надписями, которые можно читать Но они проливают мало света на происходящее Что еще? Сохранение происходит только на контрольных точках Как же без них? В Hollow Knight они выглядят как скамейки Главный герой на них садится и... просто отдыхает Не уверен, что это удобно, однако в Dark Souls тоже нужно было возвращаться к костру в башню огня Тут же можно посмотреть инвентарь с экипировкой и выбрать умения Как таковой прокачки в игре нет Все завязано на получении новых умений и приспособлений Например, начальная способность лечения за счет душ поверженных врагов Какой-никакой простор для тактики, согласитесь? Часть новинок можно купить, а часть только найти В качестве денег используется универсальная валюта в виде чешуек, которые выпадают из всех врагов Заметили? В основном я хвалю игру Ее не за что ругать Да, все, о чем я говорил выше, хорошо Однако главным достоинством Hollow Knight я бы все же назвал дизайн уровней И... общую атмосферу То есть два главных достоинства Уровни — настоящие лабиринты, заблудиться в которых расплюнуть Даже карта, купленная у одного паука, не всегда помогает Это настоящий муравейник со множеством ответвлений Похожий на старое королевство Анкахет из Warcraft Не раз бывало так, что ты идешь, идешь, а потом бах, и впереди провал Вроде бы переход в другую локацию, и ты думаешь Прыгать или не прыгать? Да и сама атмосфера такая... гнетущая что ли Как в сто раз упомянутом Dark Souls Все выглядит очень мрачно В спертом воздухе подземелий витает уныние Вокруг — тысячелетнее запустение Неудивительно, что где-то здесь поселилось зло Все выполнено в темных, холодных тонах от руки В стильной 2D графике Сейчас, конечно, никого не удивишь оригинальной рисовкой Однако Hollow Knight удается вызвать новую радугу чувств У художника из Тим Черри определенно есть вкус Помимо графики я бы отметил и анимацию Она ничуть не уступает общей стилистике Персонажи движутся естественно И порой глаз не отвести, когда все приходит в движение Вся эта мрачная красота дополняется прекрасным саунд-дизайном и музыкой от композитора Кристофера Ларкина Известного в узких кругах как автора треков для небольших игр, ТВ-передач и фильмов Композиции то наполняются спокойной меланхолией, то наоборот звучат резко и волнующе Такое сочетание звуков и музыки звучит просто замечательно И вполне достойно отдельного DLC Я бы мог еще сейчас рассказывать о разных аспектах игры Однако нужно и меру знать Так что пора подвести итог Hollow Knight — проект с душой Местами грустный, гнетущий, а местами мрачно веселый Он создает настроение и бросает вызов тем, кто не боится сложностей Тернистый путь и несколько лет кропотливой работы закалил проект И он получился Конечно, он не совершил революцию и не привнес в индустрию что-то кардинально новое Но место в моей коллекции вполне заслужил Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова